Музыка Уважаемые участники проекта Медаль Ельбаса Тема сегодняшнего урока Изготовление подноса для мяса Бастабак Ильястал Напоминаю, как всегда Соблюдайте меры безопасности Какие сегодня мы будем использовать инструменты Какая их функция Начинаем Когда мы делаем рисунок на дереве роль трафарета Очень важна Вот какой узор будет на подносе Например, это бараньи рога Я хочу вам рассказать историю этого узора Ну а следующее, это выбор дерева Какое дерево нужно выбрать, чтобы получился хороший поднос Дерево бывает жестким Дерево бывает мягким Бывает сырым и сухим И как наши предки пользовали дерево в своем быту Я обо всем этом постараюсь рассказать Как они использовали наши предки Это все я вам расскажу на этом уроке Поднос, который мы хотим сделать сегодня на казахском языке Называется Бастабах Откуда это название? На этом подносе почетным гостям Приносили голову барана Поэтому называется Бастабах Уважаемым людям Всегда давался Бастабах Баран Ну и сегодня я вам покажу Как сделать этот Бастабах Национальную посуду Как это делается Мы сегодня вам покажу Для начала Давайте познакомимся с инструментами С которыми мы будем работать сегодня Сегодня мы будем работать С несколькими видами Например Стамесок Это Стамеска Это широкая узкая овальные стамески Они делятся на четыре Например Это широкая стамеска Которая В моих руках Предназначена для Выделивания мелких углублений В дереве Она предназначена именно для этой цели Для того, чтобы сделать углубленную побольше Мы используем такую Тупую стамеску Именно вот такого вида Используя вот эти виды стамесок Мы сможем закончить Наш Поднос Перед тем, как приступить К нашей работе Мы должны Изготовить наш эскиз Эскиз Составляется На белой бумаге При расставании На белой бумаге Мы должны учитывать размер Какие узоры будут на нем Для подноса У меня на руках модель Мы должны заранее подумать Какое узор будет на нем Какие эскизы будут Какого вида будет наш поднос Например У меня в руках модель Модель подноса Мы должны заранее продумать Какой узор будет на нем Что будем рисовать Какой углублен наш поднос Все это мы должны Продумать Как вы видите На моей руке эскиз подноса Он овальной формы И по бокам У него есть узор Который Называется Бараньи рога Давайте я вкратце Расскажу вам историю Этого узора Казахи уделили Очень большое внимание Узорам И их предназначению Например Казахи использовали В качестве узора Различные части тела животных А также Помимо этого Они использовали Изображения луны Солнца Звезд На разных предметах Обихода Они даже Космос Философию Казахского Все 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 Передавали в композиции Предметов Обихода То есть Традиции Нашего народа Чисто Национальных Но и на всех Смогли передавать Изображение Так Я сейчас объясню Как рисовать эскиз На бумагу Сперва Мы готовим Трафарет На плотной бумаге Потом Кладем ее На белую бумагу Теперь Используя линейку Я карандаш Будем Аккуратно Вырисовывать Изображение Форму Трафарету На нашу бумагу Теперь Рассмотрим Внимательно Смотрите Сперва Кладем Трафарет На бумагу Потом По границам Очерчим Этот трафарет Очень важна Компоновка Симметрия Сперва Мы должны Ставим Трафарет Симметрично На белую бумагу Потом Эффективно Рисуем Обволакиваем Вырисуем По границам Трафарета Это аккуратно С помощью Карандаша Переходим Теперь Как я вам говорил Мы переносим Узор На бумагу На баранью Рога Теперь Переносим Еще раз повторюсь Если вы сделаете Заранее Заготовки В качестве Трафарета Перенесете Ее на бумагу То ваша задумка Будет Осуществлена Лучше То есть Продумайте После того Как мы перенесли Форму Трафарета На белую бумагу Мы с помощью Ножниц Врезаем Аккуратно После того Как мы приготовим Трафарет Мы переходим К основной работе Берем Берем Белую бумагу Я хочу Показать вам Теперь Второй Теперь Белая бумага Готова На основную Работу Переходим Это Это специальное Дерево Доска сухая Должна быть Это В моих руках Из доски Из сосны Эта доска Сухая Если бы она была Сырая То она бы Не Подошла бы На наши работы Вообще не подошла бы Почему? Наши предки Готовили доски Для работы За год Заранее Полгода Минимум За три месяца Вперед Высушивать Дерево Использовали Температуру Впоследствии Использовали Для своих работ Если вы Будете Сухие доски Использовать Поэтому Используем Так Сырые доски Воспоследствии Будут Трескаться И приборы Которые мы сделаем Придут В негодность То есть Обращаем внимание На это К доске Чтобы Сделав Ответок Потом Когда мы будем Класть эту На жидкость Это такие Коричневые пятна Не забывайте Если Будут Много Жидкостей То Она Порасочится Через Вот эти Слабые места Если Наши предки Использовали Наря сосной Когда вы Будете Дарить Через Глаза Будут Непригодны Она Будет Слабны Поэтому Сухие Сосны Без Глазов Мы должны Направлять Я еще раз Хочу сказать Ответок Это Какие Коричневые Пятна Из деревьев Класть Почему Мы не можем Другие Выбрать Деревья Потому Что У других Деревь Есть свой Специфический Запах Когда мы Будем Класть Эду Посуды Из этих Деревьев То Тогда Этот Специфический Запах Перейдет В виду Из-за Этого Из-за Этого Будет Непригодная Пища Наши предки Очень внимательно Следили Как за здоровьем Так и за Окружающей Средой На этом На нашем Занятии Вы научились Как правильно Составить Трафарет Для нашего Подноса В качестве Домашнего Задания Я прошу Вам Вот такой Урок Прошу Чтобы Вы Начертили Свой Собственный Эскиз Это Техника Безопасности На этом Мы закончили Сегодняшний Урок До скорой Встречи Мы не прощаемся До свидания Продолжение следует